Приветствую дорогие друзья, на связи Дмитрий Гончаров. В данном видео я хотел бы с вами рассмотреть такой сервис под названием Tables Generator. Судя из названия, вы наверное уже догадались, что данный сервис генерирует таблицы, HTML таблицы для сайтов. Давайте рассмотрим как он работает. Переходим на сайт tablesgenerator.com и здесь во вкладке HTML tables мы с вами будем сейчас создавать таблицу. Давайте рассмотрим сначала меню, которое здесь есть. Если вам неудобно на английском языке это все воспринимать, то в Google Chrome есть переводчик на русский. Вы можете перевести страницу и здесь становится более-менее все понятно. Давайте пройдемся по меню. Меню файл. Мы можем создать новый стол, точнее новую таблицу. Мы можем импортировать таблицу уже из готового CSV файла, то есть файл таблицы уже готовый. Мы можем ставить данные таблицы из буфера обмена. Также можем сохранить таблицу. Сервис сохраняет в определенный файл со своим расширением и после этого вы можете таблицу где-то сохранить и потом в дальнейшем снова загрузить ее в этот сервис, чтобы продолжить редактирование. Давайте сразу здесь посмотрим, как это все делается. Файл мы импортировать не будем, но мы с вами сейчас скопируем подготовленную таблицу. Вот есть файл Excel. Здесь мне нужно просто выделить все нужные мне ячейки, скопировать данную таблицу в буфер и здесь зайти в файл и вставить данные таблицы. Через Ctrl V я вставляю значение, после ничего не изменяя нажимаю загрузка. Все, моя таблица сразу же сюда перенеслась. Что мы можем сделать дальше? Здесь в вкладке Edit мы можем отменить последние изменения, либо комбинации горячих клавиш Ctrl Z, либо вернуть снова последние изменения, это Ctrl Y. Также здесь галочка о том, чтобы происходило автоматическое сохранение таблицы при внесении любых изменений. Ваши данные будут сохраняться и если вы закройте страницу и снова потом вернете сюда, ваши таблицы будут на месте с последними изменениями. Третья вкладка таблицы. Здесь мы можем с вами создавать визуально нужное количество столбцов и колонок, столбцов и строк. Мы можем очистить с вами таблицу полностью от всех данных и мы можем ее переориентировать. То есть сейчас она у нас имеет 4, так нет, 5 колонок и получается 14 строк. Если мы с вами выберем вот этот вот пункт Transpose Table, он просто ее поменяет ориентацию таблицы. То есть видите, она становится горизонтальный вид и у нас теперь 5 строк и 14 колонок. Соответственно здесь можно переворачивать таблицу. Cell Spacing это расстояние между ячейками, горизонтальное, также вертикальное. Мы можем настраивать очень гибко. Давайте ставим вот такой размер примерно. Далее у нас с вами идет меню колонки. Здесь мы можем с вами выравнивать текст в колонке слева, по центру и справа. Сейчас это не будет работать, потому что у нас колонки с минимальным размером. Давайте попробуем одну колонку сделать пошире. Вот так. И теперь мы можем сами ее выровнять по центру. Мы можем выровнять с правой стороны и с левой. Вот так работает выравнивание. Что здесь еще можно сделать в этом меню? Мы можем ставить колонку слева пустую и колонку справа. Относительно выделенной колонки. Смотрите, поставили слева, поставили справа. То есть если нам нужно добавить дополнительные какие-то колонки. И так же можно удалить. То есть выделенная колонка. Та же выделенная ячейка в колонке. При удалении удалить всю колонку сразу. То есть достаточно поставить одну, выделить одну ячейку и удалить ненужные колонки. Настройки строки. Здесь у нас с вами идет просто добавление строки сверху и строки снизу. Относительно выделенной строчки. То есть либо так, либо так. То есть вот добавились у нас две строки сверху и снизу. Ну и так же они удаляются. Выделяем. Удалить. Выделили. Удалить. Следующий пункт. Это ячейка. Здесь мы можем с вами выравнивать содержимое ячейки по верхней части, по нижней и по центру самой ячейки. Сейчас у нас с вами это не получится сделать, потому что ячейки у нас тоже одинаковой высоты. Но мы можем с вами сейчас во-первых склеить две ячейки между собой и разделить их. Что я имею ввиду? Если нам нужно сделать, допустим, какую-то шапку. Одну шапку над двумя ячейками. Здесь мы сначала с вами удаляем значение. Просто выделяем и нажимаем Delete на клавиатуре. И она удалится. Потом выделяем левой кнопкой мыши. Просто растягиваем две ячейки в строке. И здесь мы просто нажимаем Merge Sales. Вот все. Она склеила ее. Теперь мы можем с вами также выравнивать в колонке содержимое справа и слева. И у нас наша с вами шапка. Ну как бы получается мы склеили одну, точнее не одну, а две ячейки склеили над двумя колонками. Ну вот такая вот получается такая шапка. Когда вот нужно какие-то сложные таблицы делать. Допустим мы здесь можем также с вами сделать сейчас. Соединяем. Merge Sales. Все, у нас с вами шапка. Здесь мы можем написать что-то. Какое-то название. И выровнять это все по центру. Также мы можем с вами объединять и вертикальные ячейки. Смотрите, то есть даже так мы сделаем. Выделяем три. Нажимаем Merge Sales. Все, у нас объединялась ячейка. Она стала общей для вот этих трех. И вот здесь мы можем с вами написать сейчас какой-то текст. И обратите внимание, что он у нас выровнен по верхней части. И вот здесь как раз таки в настройках ячейки выравнивание вертикальное мы можем влиять на эту высоту. Ой, на это выравнивание. Также мы можем с вами по нижнюю часть так выровнять. Либо вернуть обратно по верхней. Ну давайте оставим по центру. Все, надеюсь с этим у нас все ясно. По поводу вот этих вот выравниваний и создания колонок строк. Давайте пройдемся по вот этому функционалу. Здесь у нас с вами есть дублирование вот этого выравнивания в колонке. Мы можем делать с вами жирный шрифт. Можем делать наклонный, подчеркивание. Можем выбирать какой-то другой вариант шрифта. Допустим вердана. Мы можем с вами делать размер шрифта. Больше, меньше. Тут большие настройки. Также мы можем сделать с вами ссылку вместо надписи. То есть надпись лучше стереть и просто прописать ссылку. Если мы сейчас с вами удалим эту надпись и вставим ссылку. Здесь во-первых нам надо прописать какую-то эту ссылку. Текстовую 123. Ну и здесь давайте добавим https2.yandex.ru Здесь обязательно нужно, чтобы был вот этот вот протокол прописан. Иначе он без него не примет эту ссылку. Все, теперь наша ссылка с вами стала кликабельной. Что еще здесь есть? Здесь есть возможность менять цвет текста. То есть можно сделать оранжевый. Здесь мы можем сделать с вами также еще заливку другого цвета ячейки. И сделать границы ячейки. Допустим вот такие. То есть получается border. Мы можем менять цвет border. То есть вот этих границ. Ну и если нам это все уже не нужно. Мы можем просто выделив форматированные ячейки нажать на вот этот вот знак стоп. Он снимет полностью все форматирование. То есть он уберет оформление цвет. Цвет заливки, цвет границы. Он это стирает. Ну и последняя кнопка это кнопка темы. Здесь мы можем с вами выбрать цветовую тему, которая нас интересует. Допустим оранжевая, синяя. Вот они здесь представлены 8 штук. Все. Выберем синюю. Дальше мы с вами выбираем границы. То есть у каждой. Сначала выбрав цвет. Далее мы можем выбрать таблицу с нужными границами. Либо без границы. Либо с границами. Либо с горизонтальной только границей. И здесь у нас еще с вами есть такие варианты, как выделение цветом строк и колонок. Черезстрочно. То есть тоже это в принципе можно применить. Выбрав все варианты, которые нам подходят, мы закрываем. И у нас с вами, видите, применяется данная схема цветовая с границами вот к нашей таблице. Когда наша табличка готова, мы можем ее с вами сгенерировать. Соответственно все стили у нас добавляются в окно ниже. Здесь дальше выстраивается HTML таблица сама. С использованием тегов, размеров. Тут все указано. И нам остается только либо сделать превью. Просмотреть, как эта таблица у нас будет выглядеть на сайте. Вот таким образом. И скопировать буфер обмена. Нажимаем Copy to Clipboard. После этого мы идем на наш сайт. Давайте добавим строку в конструкторе. И есть два варианта, как можно вставить данную табличку. Это либо через дополнение HTML-код. Здесь мы стираем с вами то, что есть. И вставляем через Ctrl-V нашу таблицу. Либо еще как вариант это можно сделать через текстовый блок. Вставляем текстовый блок. Здесь нам уже зайти в просмотр исходного кода. Это все удаляем. И Ctrl-V вставляем нашу таблицу. Плюс здесь можно что сделать? В редакторе сделать Ctrl-A, выделить всю таблицу и сделать выравнивание ее по центру. То есть мы выровняли. Здесь, к сожалению, не получится выровнять по центру. Так как это просто угольный HTML-код. Единственное, можно попробовать. Но здесь, наверное, так не получится сделать. Всю таблицу выделить и выровнять. Здесь не позволяет это выравнивать саму таблицу. Здесь только выравнивание внутри ячеек. Поэтому, по идее, предпочтительнее вариант будет вставлять именно в текстовый редактор, чтобы была возможность выровнять таблицу. Также еще можно с помощью редактора GSE. Сейчас он у меня здесь отключен. Но в том редакторе тоже можно создавать таблицу прямо на самом сайте. Но я бы сказал, что вот этот вариант именно с сервисом tablesgenerator.com предпочтительнее, потому что здесь это все быстрее делается, визуальнее и нагляднее. И импортируется таблица несложно. То есть вы просто нажали сгенерировать, взяли нужный код и вставили. Когда в GSE редакторе, ну там нужно немножко подольше это все делать. Плюс там невизуально это все делается. Какой минус есть у этого генератора? Ну табличка получается не адаптивная. То есть если смотреть на мобильном устройстве, давайте я сейчас перейду на главную страницу. Вот они наши таблицы. И если я перейду в режим разработчика и нажму просмотр на мобильных, то обратите внимание, сейчас начну уменьшать таблицу, что та, что другая, они не просматриваются. Тут даже нет прокрутки. То есть если бы они создавали еще возможность сделать прокрутку, то есть с сохранением таблицы, можно было вот просто либо тачскрином, пальцем сводить таблицу, то есть туда-сюда ее двигать и просматривать данные, то это нормально. В принципе так адаптивные таблицы так и делаются, что они просто имеют горизонтальную прокрутку. Не имея общей прокрутки сайта, сама таблица имеет возможность перемещаться вправо-влево. Тогда да, но здесь получается, что уже при разрешении 320 пикселей у нас половину таблицы просто не видно. Это вот такой минус. Это нужно в зависимости от проекта смотреть. Если у вас не предполагается использование таблицы, именно на мобильной версии, она будет только на компьютерной, то в принципе этот сервис можно делать. Либо какие-то небольшие таблички, где не так много колонок, чтобы они не вылазили за экран при минимальном разрешении экрана, допустим 320 пикселей. Если пикселей 300 табличка, там 2-3 колонки, то это в принципе можно использовать на сайте таблицы, сделанные с помощью данного генератора. У меня на этом все. Надеюсь, это видео вам поможет в вашей работе. Не забывайте подписываться, ставить лайки и включайте колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых выпусков. У меня на этом все. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok